Ученик 69-й школы Камбар Кашпилов первый раз приобретает школьную карту Тулпар. О выгодных тарифах он узнал от своих одноклассников и решил приобрести эту безлимитную карту. Раньше в день на дорогу я тратил 70 суммов. Кроме школы я езжу еще на курсы. Карта Тулпар выгоднее. Приобретаешь на месяц за 240 суммов. С 30 января тарифы увеличились, но для школьников ненамного и карту можно купить за 360 суммов. Карты Тулпар бывают трех видов – стандартные, школьные и льготные. Можно оплатить проезд и бесконтактными картами Виза и Элькарт всех банков Кыргызстана, а также другим безналичным способом. Карты стандартные могут приобрести любой человек за 50 суммов. Пункты продаж действуют в транспорте, то есть можно купить у водителей. Также можно приобрести в сервисных центрах Тулпар. Есть возможность подключения стандартного проездного по цене 1020 суммов по новому тарифу на месяц. Вторая категория – это школьные карты. Они являются льготными. И третья категория – это полностью льготные категории карт красного цвета. Данные карты дают возможность полностью бесплатно ездить, пользоваться транспортом. Тем временем, предпоследний день января проезд за наличные в троллейбусах и автобусах столицы будет на три суммы выше, чем по проездным картам. После повышения тарифа проезд будет стоить в автобусах и в троллейбусах 17 суммов, у маршрутных такси будет стоить 20 суммов. В тех троллейбусах или автобусах, где наблюдаются нерабочие валидаторы, можно будет оплатить наличными. Оплата проезда будет стоить 20 суммов. Льготными видами оплаты могут пользоваться сотрудники открытого акционерного общества «Крыгызпочтасы». Помимо этого, пенсионеры по возрасту, прописанные в городе Бишкек, и лица с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем, в маршрутках для пенсионеров стоимость проезда не изменилась и осталась на прежнем уровне – 8 суммов. Усен Кульбаев, Туркамель Асанов, Аллато, 24.